К нашему эфиру присоединяется Аркадий Мильман, дипломат, экс-посол Израиля в России. Аркадий, добрый вечер, приветствуем вас на Freedom. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Аркадий, я хотел бы начать наш разговор как раз вот с реакции Кремля на призыв ЦАХАЛ об эвакуации гражданского населения. В частности, Медведев, ну тот человек, которого уже никто не слушает и всерьез не воспринимает, но тем не менее он сравнил призыв ЦАХАЛ как бы вот с действиями, как он называет, киевского режима, который называют в Москве, естественно, нацистским. То есть он сравнил действия израильтян, евреев с нацистами. Очень даже красноречиво. О чем это, по-вашему, говорит? Несколько часов тому назад РИА Новости опубликовала одного из своих комментаторов статью на их сайте. И, как вы знаете, РИА Новости – это Кремлевская служба новостей, одна из Кремлевских служб новостей. И там этот комментатор обвинил нас в геноциде, сравнил с нацистами, тоже заявил, что мы режим нацистский и так далее, что мы всех убиваем, уничтожаем. Ну, в общем, все, что только можно, и все, что употребляется в адрес украинцев, теперь употребляется в наш адрес. Полный антисемитизм. Россия полностью превратилась в террористическое государство. Я тут абсолютно согласен с определением президента Зеленского. И вот сейчас мы пожинаем плоды той длительной политики, которая была у западных стран, и тоже в Израиле, когда мы попустительствовали вот этим агрессивным планом России. Прямая угроза и нам, потому что то оружие, с которым палестинские террористы пришли к нам на территорию, это было российское оружие, русское оружие. У них лицензия, они получили лицензию у русских на производство автоматов-калашников. И делали это, безусловно, права в нашей разведке, чтобы они знали, что такое есть. Не смогли уничтожить этот завод, который производил эти калашники. У них были и стрела, и корнеты, и другие минометы, и RPG, которые российского производства. Уолл-стрит-джурнал опубликовал вчера о том, что через российскую криптобиржу Рублёва были переведены десятки миллионов долларов исламскому джигаду и Хамасу. Так что Путин может гордиться тем, что он поддерживает террористов, которые убили, кстати, 16 человек, у которых двойное было гражданство, Израиля и российское. Но им всё равно, это их не интересует, их послает, они не интересуют, ничего. Удивляет только меня, честно говоря, то, что правительство Израиля жёстко на это ещё не ответило, но просто правительство занято войной с Хамасом, закончится, будем очень жёстко реагировать на вот эти выпады российского руководства. Ещё одно подтверждение, да, то, что абсолютно всё равно на людей с двойным гражданством, да и просто, мне кажется, с только российским гражданством тоже всё равно, потому что мы видим, как всё-таки отправляют своих же людей на фронт в Украине, и чем пытаются взять, именно количеством людей на передовой, и используют своих же людей как живой щит. Так вот, террористы Хамас публично поблагодарили Путина, ну, за его так называемую позицию относительно войны на Ближнем Востоке. Это, собственно, ещё одно доказательство того, что Россия на стороне вот именно террористической группировки. И также, я думаю, стоит напомнить, что лидер Кремля недавно призвал прекратить боевые действия между Израилем и Хамас и заявил о якобы необходимости проведения палестинско-израильских переговоров, результатом которого, по его мнению, должно стать создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. И это Путин говорит в то время, когда Россия продолжает безжалостную войну против Украины и находится под следствием Международного голодного суда за преступления против человечности. Вы говорили о том, что Россия Израилю не друг, и никогда им, по сути, то и не была. И, собственно, вся эта информация, которую я только что озвучила, и которая была в нашем сюжете, её подтверждает ещё раз. Ну, как вы считаете, каким образом, в принципе, Израиль в дальнейшем может и будет реагировать на Россию, и, возможно, официально как-то изменится это отношение, и оформится мнение о России, собственно, хотя бы из-за того, что вот боевики Хамаса благодарят за поддержку? Я с самого начала войны в Украине, российско-украинской войны, я с самого начала говорил о том, что мы должны занять чётко позицию проукраинскую. И, например, мои коллеги в Институте национальных исследований Израиля, где-то бывшие генералы, бывшие послы, мы однозначно приняли позицию Украины, потому что это агрессия России, это самая настоящая террористическая, фашистская агрессия сваудолюбивого народа, который хочет быть частью Европы и хочет создать самое настоящее либерально-демократическое государство, которое хочет жить в Европейском Союзе. Сейчас образовалась такая ось, ось терроризма, террористических государств и террористических организаций. Объясню. Россия, Северная Корея, Иран, Хамас, исламский джихад, Хизбалла. Вот вам вот эта ось зла, которая сегодня ведёт борьбу против Украины и против нас. Очень много общего сейчас между Украиной и Израилем. В особенности картинки уничтожения. Не зря Услендер, израильский журналист, дал точное определение. Это однозначно как дорога с шоссе из Житомира на Киев. Она выглядела именно точно так, как выглядела вот эта дорога, которую вы сейчас показывали возле одного из израильских кибуцов 7 октября. Эта ось зла, она должна быть побеждена. Без Соединённых Штатов Америки, без Европы мы не сможем эту ось зла победить. Поэтому тут очень важно консолидировать все силы на международном уровне, когда страны свободного мира, включая Украину и Израиль, вместе с Соединёнными Штатами Америки и с Европейским Союзом, будут бороться против этой оси зла Россия, подобного им режима, и террористических организаций, как Хамас, Хизбалла, Исламский джихад и так далее. Вот то, что нас, к сожалению, ожидает на данный исторический период. И вот в продолжение этой темы вы уже высказались, как вы ранее формировали своё мнение по этому поводу. Так всё-таки, как вы считаете, в дальнейшем будут ли возможны более тесное сотрудничество Израиля и Украине? И самое важное, сотрудничество в аспекте борьбы с терроризмом или недопущения вот таких вот террористических атак и нападений, которые сегодня переживают Украина и Израиль? Моя рекомендация, то, что я пишу в своих рекомендациях правительства Израиля, чиновникам, которые занимаются подобного рода вопросами, что нам необходимо ускорить и расширить сотрудничество с Украиной. И не всякого сомнения должна быть высказана чётко однозначная позиция в пользу Украины. И мы должны понимать, что в этой ситуации Украина – это наш стратегический партнёр, а Россия – не друг и превращается скорее в врага, чем вне друга. Аркадий, вот если говорить о корнях, да, то есть невозможна позиция России без какой-то внутренней настроенности. Если говорить об общем антисемитизме российского общества, начиная от высказываний Путина по поводу Зеленского, по поводу того же Чубайса, который эмигрировал в Израиль после начала полномасштабного вторжения России в Украину, давлений насохнут, если говорить о корнях, то насколько вот по-вашему здесь уместно параллель, аналогия не просто с советскими временами, а ещё и с имперскими временами, со времён страшных еврейских погромов, которые вот при Путине как раз это стало уже такой некой политикой КГБ? Ну, после 5 сентября, когда Путин на совещании так называемого проекта Победы, он сделал несколько высказываний, которые, честно говоря, волосы дымом стоят. Что делает Путин? Путин начинает переписывать историю. Что он объявил там? Во-первых, Путин уже несколько лет занимается тем, что он утверждает, что это русский народ победил фашизм. Путин только забывает, что более 25% красной и затем советской армии в годы Второй мировой войны – это были этнические украинцы. И количество героев Советского Союза, которые получили украинцы, Путин об этом забывает. Путин забывает, что евреи воевали, Путин забывает, что грузины воевали и другие национальности. Путин считает, что только они победили этот нацизм. Второй момент. Что Путин объявил во время этого совещания? Он объявил следующее, что полтора миллиона евреев в Украине, их убили украинские националисты, и даже солдаты СС не могли себе такого представить. То есть это не просто извращение исторических фактов, это совершенно психопатически ненормальная интерпретация исторических фактов. Вот этот человек пытается переписать историю. А теперь делаем скачок. Что он говорил до этого? Что в Украине неонацисты, что Зеленский, он был поставлен, обратите внимание, на лексику. Это в тот же день было сказано, 5 сентября. Одному из журналистов их основного российского канала, по-моему, ОРТ это он сказал. Где он сказал, что западные кураторы, классический, вот западные кураторы, это классический лексикон ДНК-кагибиста, такого низкого уровня. Западные кураторы поставили во главе современной Украины зеленского этнического еврея во главе государства с античеловеческой сущностью, который, в принципе, прикрывает все преступления нацистов. Вот эта канва, она теперь говорит о том, что и мы теперь нацисты, и вот мы теперь воюем в Газии, и мы нацисты. Это все часть одного вот такого наратива, который Путин пытается выстроить. И дальше он дает, в принципе, сигнал своим чиновникам начать проводить антисемитскую политику. Это нам абсолютно понятно. Этот человек, в принципе, подозревается в военных преступлениях. На него выдан международный ордер ареста. Этот человек должен сидеть на скамье подсудимых за те преступления, которые он дал приказ выполнять, исполнять в Украине. А теперь, по всей вероятности, он и имеет прямое отношение, и Россия имеет прямое отношение к Хамасу, который тоже убивал израильских граждан. У нас дело с опасным врагом. Россия — это не друг. И Россия должна понести наказание за те преступления, которые она сделала в Украине, и, наверное, имеет прямое отношение к тем преступлениям, которые сделаны в Израиле. Знаете, каждый, когда говорит Россия, он представляет что-то свое. Кто-то представляет конкретно Путина, и Кремль, и всех, кто, собственно, помогает Путину совершать его планы. А кто-то, в принципе, предполагает в полноте этого осознания, что такое Россия, то есть это и население страны. Так вот, следующий вопрос очень интересный. Ведь кремлевская пропаганда, она очень плотно работает с сознанием людей, и настраивает внутреннюю аудиторию, скажу так, к ненависти, к тому, что весь мир против России, весь мир ненавидит России, поэтому они просто обязаны быть такими враждебными. И вот Путин уже пришел к такой изоляции, скажем так, уже он становится все менее рукопожатным, уже мало кто хочет его видеть, и уже во многих странах его, более того, арестовать обязаны, если он там появится. И вот, как вы считаете, а нужно ли вместе с таким диктатором также изолировать на некоторое время и Россию в целом, в понимании всей страны? Потому что ведь общество действительно должно, ну, несколько оздоровиться ментально, прежде чем так или иначе взаимодействовать не только с миром, но и с другими странами для того, чтобы действительно мир был более надежно защищен. И вот я не знаю, насколько резко я задала этот вопрос, но я думаю, что вы мой посыл понимаете, потому что пропаганда делает ужасные вещи. Именно пропаганда делает так, что все еще есть люди, которые добровольно идут убивать мирных людей в Украину. Абсолютно согласен с вами. Вопрос абсолютно правильный. Но имплементация решений для того, чтобы были правильно даны ответы на этот вопрос, они очень сложные. Ни всякого сомнения, в России есть большое количество людей, которые вообще не хочут слышать о том, что происходит, которые полностью отстраняются, они боятся, они против войны в Украине, они, даже есть такие, которые просто ненавидят Путина. Все, что я говорил, я говорил о режиме России. Это об официальных лицах, это о людях тех, которые выполняют приказы и находятся на различных должностях. Это те солдаты, которые идут и убивают, и должны понести наказание. Далее, тот народ, который есть, и который действительно их зомбирует, по каналам российского ТВ и в средствах массовой информации через YouTube-каналы, и там еще много чего есть для того, чтобы зомбировать это население. Это серьезная проблема, которую все равно придется потом нам всем решать, потому что этот народ никуда не денется, он не испарится и не исчезнет. Я очень надеюсь, что Украина выйдет на границу 91-го года, но после того, как Украина выйдет на границу 91-го года, это все равно останется проблемой. Что дальше делать с Россией и каким образом справиться с этими людьми, которые столько лет жили в таком режиме и поддерживали вот эту идеологию. Я не сомневаюсь, что если завтра будут какие-то выборы Путина, то большое количество людей за него проголосует. Может быть, не такие цифры, как они рисуют там, 80 или 70 или 90 процентов, но то, что третий или больше, или 40 процентов населения за него проголосует, это однозначно, потому что это население зомбировано. Это, скажем так, это люди довольно низкого социально-экономического уровня с не очень таким высоким образованием и интеллектом, которые фактически полностью находятся в этой пропаганде и принимают ее как за чистую правду. И их будет сложно переубедить, и это надо будет вложить огромные средства и много лет для того, чтобы выросло новое поколение свободолюбивых людей в России, которые бы захотели жить в нормальной, демократической, либеральной стране, а не в тоталитарной стране, как жили их и дедушки, и бабушки, и прабабушки. И все, что они знают, на сегодняшний день, они же не видели никакого другого правителя России, кроме Путина. Вот эти люди, которым сегодня по 20 или по 30 лет, единственное, что они знают, что Путин стоит по главе России, они больше ничего не знали до этого, они ничего не понимают. И нам предстоит серьезная работа. И тут есть один очень важный момент, который меня возвращает в наше историческое прошлое 30 лет тому назад. 31 год, 32 года тому назад, когда распался Советский Союз. Тогда, в первые годы, я тогда работал в нашем посольстве в Москве, и у нас было какое-то ощущение, не только у меня, но и у моих коллег, и западных дипломатов, было ощущение, что за несколько лет появится и будет новая демократическая Россия. Не появилось за несколько лет. Превратилось государство коррупционное, клептократическое, государство, которое само у себя воруется, у которых не интересует жизни граждан этой страны. Вот нам надо будет сделать все, чтобы этого не повторить. А Украина уже себя доказала. И это надо всем повторять. Украина себя доказала. Когда жители Украины, население Украины увидело, что были сфальсифицированы выборы в конце 2004 года, люди вышли на Майдан. И они сбросили практически то правительство и того президента. В 2014 году, опять же, украинцы вышли на улицы, они вышли на Майдан и сбросили еще одного такого же президента. И если понадобится, то Украина и третьего президента может сбросить, если этот президент будет идти против воли народа, против свободы, против либеральной демократии. В Украине сейчас есть президент, который должен победить войну. И Украина вступит в Европейский Союз, в НАТО, и будет защищать свою независимость и свою демократию. А Россия еще должна будет пройти очень длинный, длинный, длинный путь, чтобы дойти до такого уровня сознания и свободы мысли, которые сегодня есть в Украине. Аркадий, дякую вам, дякую мы вам за добрые слова и за участие в нашем эфире. Аркадий Мильман, дипломат, экс-посол Израиля в России, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова